Библиопатия Книгохранилище вспомним о замечательном детском писателе и художнике Евгении Чарушине и, как всегда, посмеемся над незадачливыми читателями. Круг чтения Мы продолжаем знакомить вас с литературной серией «Без глянца». Сегодня я представляю книгу «Тургенев без глянца». Натура Тургенева парадоксальна и противоречива, начиная с физиологии. Его фальцет вызывал изумление у всех, кто впервые сталкивался с этим крупным и дородным мужчиной, и заканчивая его убеждениями. Двойственность составляла основу личности Тургенева, определила его судьбу и жизненный путь. Но та же двойственность, отсутствие твердой позиции, позволило Тургеневу развить в себе замечательную широту интересов, живым участием относиться к самым различным лицам и явлениям. В книге собраны воспоминания об этом удивительном человеке и его уникальной жизни. Скучно ее не будет читать даже тем, кто совершенно далек от творчества Тургенева и знает только программные его произведения. В таких главах, как «Личность», «Два гнезда о родителях», «В странстве и страсти лишнего человека» нам рассказывают об облике писателя, его характере, о том, каким он был собеседником, рассказчиком, спорщиком. Мы узнаем, каким был писатель в женском обществе, с детьми, каково было у него здоровье, каким было его жилище, как складывались его отношения с людьми. Так, например, Некрасов Николай Алексеевич писал, «Я так его люблю, что когда говорю о нем, то всегда чувствую желание похвалить его как-нибудь. А бывало, когда-нибудь я расскажу вам историю моих внутренних отношений к нему». И рассказывает, и мы узнаем, почему и как Тургенев ушел из современника, из-за чего и при каких обстоятельствах писатели поссорились и так далее. Из этой книги вы узнаете, что у Тургенева, например, были «Дочь и сын» и «Какова их судьба». Возьмите в руки эту книгу, и вы не отложите ее, не прочитав до конца. И тогда в вашем сознании образ Ивана Сергеевича Тургенева будет ярким, объемным и живым, а не просто лаконично сухим именем русского классика. Хранитель фонда Здравствуйте, я библиотекарь Екатерина Скворцова. И снова рада приветствовать вас в нашем книгохранилище. Давайте пройдем с вами вот к этой полке. На этой полке замечательные книги, которые знакомы нам с вами с самого детства. И даже став взрослой, мы с вами не раз обращаемся к этим книгам и вновь перелистываем страницы и перечитываем любимые рассказы. Потому что эти книги о природе. А написал их замечательный автор и талантливый художник Евгений Чарушин. И в этом году в ноябре исполняется 110 лет со дня его рождения. Женя Чарушин родился в городе Вятки, в семье художника-архитектора. Поэтому с самого детства, как позже вспоминал Евгений Чарушин, он вырос с карандашом и кистью в руках. Он подражался ему папе, делал какие-то зарисовки. Когда он был маленький, то ему нравилось рисовать не только животных, но и битвы индейцев. А иногда он очень гордился тем, что папа давал ему акварельные краски и позволял раскрашивать эскизы будущих зданий. А мама прививала ему любовь к природе. В семье Чарушинах был целый зоопарк, кого только не было. Были рыбки в аквариумах и птицы в клетках. А еще в загородках жили кролики и зайцы, козлята, индюшата и много другой живности. Уж я не говорю о кошках и собаках. За всем этим зоопарком Женя ухаживал вместе с мамой. А когда Евгений Чарушин стал взрослым и отслужил армию, то его направили учиться в Ленинградскую академию художеств. А после академии молодого и талантливого художника Евгения Ивановича Чарушина пригласили работать в издательство и предложили иллюстрировать детские книги. Нужно было сделать рисунки к повести Виталия Бианки о рысенке. И Евгений Чарушин с радостью взялся за близкое и понятное ему дело. Молодой увлекающийся художник Евгений Чарушин любил поездки, охоту. И скоро впечатления так переполнили его, что одной только кистью невозможно было передать все, чем он мог поделиться со своими юными читателями. А ему непременно хотелось поделиться с ребятами своими знаниями и увлекательными наблюдениями за жизнью животных. И скоро поэт Самуил Яковлевич Маршак помог Евгению Чарушину написать первый рассказ о волчонке, коте, собаке и небольшой пестрой птичке. А рассказ назывался «Щур». Потом из-под пера Евгения Чарушина вышли и другие любимые всеми нами рассказы про щенка Томку, про котенку Тюку и его мать Кошку Непуньку, про озорных медвежат, которые разобрали печные трубы у жителей деревни, про волчишка и многие другие рассказы. Книги Евгения Чарушина интересные и жизнерадостные. Больше всего автору нравилось изображать кистью и словом молодых животных, которые такие трогательные в своей беспомощности, но в их повадках и поведении уже угадывается взрослый зверь. Откроем книгу и зачитаем некоторые строки. Вот, например, отправился Евгений Чарушин в лес и что же он там увидел? Высматриваю потихоньку сквозь смородину и вижу, как раз посередке дичь ходит. Маленький-маленький котеночек ходит, большеголовый котеночек. Хвост короткий, не хвост, хвостишка. Мордочка кучеглазая, глаза глупые, а ростом он с полкошки всего. И вдруг тучу толкунцов комаров заметил. Подполз к ним, прыгнул и передние лапы врозь расставил. Видно, хотел всех комаров в охапку поймать, да ни одного не поймал. Но подойти к этому добродушному, милому котеночку Евгений Чарушин так и не решился. Потому что этот котенок был никто иной, как рысенок. И за ним наверняка из своего укрытия наблюдала мать-рысь, с которой шутки плохи. Сам Евгений Иванович Чарушин о своих рисунках и героях говорил так. Я хочу понять животное, понять его повадку, характер движения. Меня интересует его мех, и когда ребенок хочет пощупать моего зверенка, то я очень рад. Мне хочется передать настроение животного, испуг, радость, сон. Все это надо наблюдать и почувствовать. Евгений Чарушин всю свою жизнь был очень разносторонним и увлеченным человеком. А два его таланта, художника и рассказчика, так счастливо сочетались в одном человеке и были подарены детям. Поэтому книги Евгения Чарушина были переведены на многие языки, а его рисунки побывали на выставках многих стран. Приглашаю вас к нам в библиотеку, чтобы вы смогли еще раз перечитать любимые книги Евгения Чарушина. Смешные истории Здрасте, а подскажите мне имя писателя Жюля Верна. Его имя Жюль. Жюль Жюля Верн? Нет, не может быть. Добрый день, мне нужна книга стихов «Рубин, гранат, кагор». А кто ее автор? Ой, вы знаете, по-моему, какой-то индийский писатель. Может быть, вам нужны стихи «Рубин, гранат, кагор»? Да-да-да, точно. А я-то думаю, что за странные названия ребенку в школе задали. Благодарим за помощь в создании программы сотрудников Молодежного библиотечно-информационного центра. Адрес центра – улица Московская, дом 11.